для всем привет с вами числа витек сегодня я поговорю о дебютной подготовки а точнее ошибках которые не следует допускать в работе над дебютом да у нас сегодня главный анти герой это польский шахматист янг-жиштоф дуда я вам покажу сегодня две партии ну и по ходу демонстрации объясню собственно что происходило какие какую ошибку самую главную допустил янг-жиштоф и так первая партия в которой белыми фигурами игрался у если черными туда до отмечу партии две партии по сути это будет связки вы поймете почему итак поехали кони в 3d 5g 3 коневшие слон же 2 c5 20 до по сути через старо индийское начало мы переходим в каталон d4 и 6 c4 dc очень известный вариант здесь убил их принципиальный выбор есть ход dc и обычно здесь возникает следующий шпиль ладья до 1 феста один ладья до 1 слон c5 конь bd2 c3 bc тоже довольно таки интересная позиция убил их на все-таки объективно чуть поприятней но чаще черные конечно решают дебютные проблемы у белых более активная фигурная игра но все-таки есть недостатки и дефекты печной структуры два островка в целом чуть поприятнее но считается что это вариант в целом опять же и надежный для черных да и 2 ход на мой взгляд более амбициозный это ход ферс а4 так и сыграл в с лесу слон d7 ферс c4 да и вновь у черных выбор два принципиальных продолжения понадежнее cd так и сыграл дуда и более агрессивно это безусловно ход b5 отмечу если вы играете данный вариант или планируете играть и прежде всего думаете о победе или а игре на перехват то конечно надо выбирать b5 доход cd он более надежный это вот скорее на уравнение но повторюсь есть плюсы и минусы b5 конечно гораздо более рискованный ход конь 4 ладья c8 конь c3 конь d4 ферс д4 слон c5 ферс h4 слон c6 ладья d1 до эта позиция встречалась еще ну так примерно семидесятых годов и весьма удивительно здесь дуда по сути допускает ну наверное уже решающую ошибку он играет фест b6 весьма удивительно как топовый шахматист играя данный вариант не мог знать эту позицию она одна из основных сейчас вы поймете что произошло дальше следует ход солнце 6 ладья c6 да и довольно таки крутой и сильный удар слона 6 до динамитка тактика отмечу что наверное чуть сильнее был ход феста 6 но это не решала не решала проблем черных можно пойти снова же 5 с темпом с темпом нападая на коня слон и 7 видимо придется ходить ладья c1 уже масса угроз в частности грозит конь d5 наверное надо ходить ладья d8 ладья d8 слон до 8 мы скажем и 4 ученых проблемы с королем рокироваться наверное нехорошо и за и 5 черные просто погибают а как он закончить развитие тоже не совсем понятно эта позиция но вот если смотреть на оценку движка на не исключено что уже просто очень плохая да то есть вот фест b6 это просто плохой ход так играть нельзя до повторюсь дуда сыграл ладья c6 следует слона 6 крайне сильный ход и отмечу что подобные дебютные катастрофы попадали еще вот в конце семидесятых половине или в конце семидесятых следует ход слона f8 но отмечу что ход слона f2 здесь черным ничуть не помогает а скорее только ухудшает позицию белые могут пойти король g2 да если здесь вот побить жаж что ферси в 6 и подвисают уже две фигуры это двойной удар ладья на h8 слона f2 но если скажем пойти король g8 то типа король g8 из потери 2 0 то типовой удар сложи 7 ну и на король g7 ферси 5 шах ферси в 6 шах и вновь это двойной удар мы еще и отожмем слона на f2 да то есть ход слона f2 был еще хуже повторюсь на 2 0 вновь следует ход сложи 7 позиция черных уже абсолютно безнадежная слон f8 еще как-то держит позицию но понятно что с таким королем мы с неразвитым королевским флангом черным здесь ловить нечего следует ход ладья d3 конь d5 конь d5 еды слон е3 ферзь b2 слон d4 ферзь b4 ладья b3 ферзь е7 да здесь у белых был выбор можно было играть при ферзях со сыграл ферзь е7 но можно было пойти и ферзь h5 да и в любом случае позиция черных абсолютно безнадежная хотя формально ученых сейчас даже лишняя пешка после ферзь е7 с король е7 ладья b7 шаг король е6 ученых просто плохой эшпиль обратите внимание на технику реализации преимущества пешка на 7 и и да можно забрать но она никого не интересует водя b8 мы вяжем по 8 горизонтали следует h5 водя а b1 h4 вновь сильный тонкий ход король же 2 это и профилактика дабы где-то пешка не дошла до 3 и уже нам не грозили всевозможные матовые конструкции по 1 горизонтали король f5 король f3 ажи ажи водятся 4 но и остальное покажу в быстром темпе позиции черных абсолютно безнадежная до зашли за слоном до черные забрали пешку на фигура уже в белых лишние да ну и в целом все закончилось довольно таки быстро после король же 4 черные сдались но белых здорового лишняя фигура да и теперь я вам покажу следующую партию она более свежая игралась в турнире который закончился вот последний супер бет в котором победу одержал хотел сказать чемпион мира да уже не чемпион мира магнус калсен чемпион мира парапиду и таблицу давайте так да это rapid rapid партия ну и сейчас вы все поймете что происходило в данной партии d4 коне в 64 е6 конь f3 d5 g3 dc слон g2 c5 20 конь c6 54 как вы понимаете тот же самый вариант слон d7 ферзь c4 cd конь d4 ладья c8 конь c3 конь d4 ферзь d4 слон c5 ферзь h4 все это мы уже видели слон c6 слон c6 ладья c6 ладья d1 и да ну безусловно дуда проделал работу над ошибками конечно он уже знал что ферзь b6 ход который по сути проигрывает был сделан ход ферзь a5 да это правильное решение следует ход слон g5 с темпом нападаем на коня слон е7 ход тоже логичный да и здесь основное продолжение это ход конь e4 по моему где-то 18 партий в базе обнаружил и по движку это действительно первая линия да но вот карлсон сыграл по-другому он сыграл ладья c1 и вот здесь вот дуда совершает вновь уже по сути решающую ошибку и очень странно но понятно что наверное конь e4 он анализировал но ладья c1 это вторая линия по большому счету в принципе тоже логичный естественный ход как можно было это не анализировать большая загадка следовал ход h6 доводят с 1 последовал ход h6 и белый играют конь e4 черные бьют на c1 ладья c1 ну все-таки на f6 висит боев больше конь e4 слон е7 и на секунду кажется что черные могут перехватить инициативу ходом ферз d2 дело в том что ладья c8 ходить нельзя здесь уже черные матуют вот таким вот способом шаг ну давайте наш ты уйдем шаг да и ферсов 5 мат так играть нельзя но на беду для дуды распространение каосна есть блестящий ход причем я больше чем уверен что он знал это еще заранее но я имею ввиду проделал необходимую дебютную работу хотя ход я не скажу что архи сложный но тем не менее эффектно и посоветовал ход слон g5 дело в том что если бить ферзем мы либо сразу побьем и потом дадим шаг либо сначала дадим шаг потом побьем оставимся с лишним качеством до секунду известно а же еще хуже шахом просто забираем ну и остается ход коже 5 который был сделан но здесь мы забираем качество шах на c8 король е7 ладья h8 вес е2 да все таки ученых какая-то активность есть пешка за качество но и обратите внимание на реализацию касса сделал все но очень круто и здорово шах на б4 самое главное что мата нет белым от не ставят шах на f4 король же 6 король же 2 ну и дальше добивания и 5 ферзь е3 h4 шах на е4 ладья е8 ладья б8 до ладья е8 был сделан ход для того чтобы после ферзь ифты еще и по седьмой заехать до fb5 да вот здесь ферзь ифты к сожалению не работает и законе в 4 шах и черный отъедают ладью на е8 вот поэтому магнус конечно сыграла деба 8 напал на б7 просто следует ход концы 5 фиас d5 еще и фигур ученых стоят отвратительно а6 ну и дальше после владеев 8 напали на пешку и всем коне 6 но и фиас f3 сейчас упадет пешками всем партия заканчивается да вот таких два дебютных разгрома по сути потерпел янджи штаб дуда причем первую партию которую он показывал повторюсь это была классика а вторая партия rapid тем удивительно в первой партии ты потерпел дебютную катастрофу ну возможно не знал ли что-то перепутал сыграл фиас b6 но по логике вещей ход фиаса 5 который ты сделал в партии с магнусом ты должен был проанализировать до дыр да и очень странно что вторую линию ход ладится один янджи штаб дуда ну банально не анализировал я не думаю что он мог перепутать все-таки на ладится один ну надо играть 20 до есть там ходку не 4 скажем ладятся один ладятся один здесь надо видимо пойти фиасе 5 ну и скажем после коневшие слоны в 6 слоны в 6 играть фиаса 6 не хочется у белых явный перевес вейншпиле да эту позицию защищать черными крайне тяжело игра идет на два результата может быть при правильной игре черные муках и сделать ничью но мне кажется по центном отношении шансы белых конечно выше да но тем не менее был ход gf эта позиция вот ну вот если верить оценки движка да безусловно на хуже у черных но все-таки перевес у белых незначительный по-прежнему я так думаю игра идет на два результата но здесь шансы черных на ничью очень высокие при правильной игре они должны конечно удержать эту позицию что случилось с янджи штаб дудой в обеих этих партиях ну для меня остается загадкой да друзья и не повторяйте таких ошибок если проиграли партию основательно проанализируйте вариант линию и не только там скажем первую линию но как вы видите 2 3 в некоторых позициях там 4 5 линия не тоже могут заслуживать внимание я здесь вам понравился дебютный обзор оставляйте комментарии ставьте лайки всем спасибо и до новых встреч